Здравствуйте! Заберял за окнами новый день. Судя по всему, ночью выпал снежок, припорошило, но капает с крыш плутёнок. Грядёт потепление, сегодня плюс четыре обещают. И ночью плюс, и всё это белое великолепие за окнами скоро исчезнет для того, чтобы затем возникнуть вновь. На улице пока ещё красиво. Белые комочки снега висят на кустах и деревьях, покрывают склонившиеся растения, засыпан огород. Казалось бы, зима, но на этот раз совсем ненадолго. Успели набегаться зверюшки по снежку, вернулись отдыхать, а мне сейчас подстоит идти гулять. Да-да, весёнок, нынче автолавка, и до её приезда надо многое успеть. А вот и птички появились. Рыскают вокруг кормушки, которая присыпала снегом. И синичка пытается выбрать семечки из того кармана, который появился на месте раскола. Да, вчера мне ему пришлось при помощи стапляры и плёнки зашивать. Какие-то семена свалились вниз, и вот птицы пытаются добыть себе корм. И никто им плутя, слава богу, пока не мешает. Ложись, отдыхай. А мне сейчас предстоит первым делом раздобыть веник, держать его где-то под рукой, чтобы снег сметать, и снова кормом подсыпать. Да, теперь у меня появился свой индикатор на выпадании снега и его количество. Вот это самая кормушка. Делать какой-то навес бесполезно, по той причине, что всё равно снега наметёт. Какие-то бортички, чтобы семена не сваливались, тоже ни к чему. Так снег не смести толком. А потому конструкция, которая возникла под окнами, на мой взгляд, самая оптимальная. Нам предстоит ещё пару кормушечек повесить. Точнее, одну повесить на яблоню, вторую под окнами установить. И подоконничек надо бы закрыть, чтобы потом его долго и упорно не оттирать. Потому что птицы наверняка будут гулять. Вот теперь уже достаточно широкому подоконнику снаружи, то бишь карнизу. Пока ограничусь с одной кормушкой. Посмотрим, потепление надолго или нет. Но вот как только оно закончится, непременно осуществлю то, что задумала. Ну, а сейчас уже пора. Туманно на улице. Серенькая. Но скоро всё уже бьется. Приедет автолавка, народ соберётся. И будет с кем пообщаться. Вот это гости! Сойка на кормушке! Хм! Крупным планом! Да, красотка! В ней они часто появляются. А у меня впервые. И толком никогда не выдавалось рассмотреть этих замечательных птиц. Какая же красавица! Как мне нравятся вот эти вот яркие пёрышки на у неё на крыльях. Ну, молодец, что подлетела. Порадовала с утра. Надо же, вчера дятел. Сегодня сойки. С того птички слетелись. Ох, надо скорее выходить, корм подсыпать. Уже отелась. Уходить собираюсь. Собака мне терпится. Но остановиться не могу. Плуки обнаружила, что у неё есть хвост. Причём хвост весьма забавный, судя по всему. Нет, мне он очень нравится. Такие яркие полоски. Ну, вот она. Время от времени начинает его интенсивно ловить. Ай, чудной зверёк. Ну, поймать для того, чтобы вылезать и расчесать. Красотка-то моя. Как деньги не забыть. Ведь автолавка скорая. А в анифации всех согнав с кровати, разлёгся сам. И смотрится неплохо. А что до пушек на подоконнике? Одним глазом в комнату, вторым на птичек. И мне уже пора выходить. Так, Весь, ты решила, что вылежишь её лучше, чем она сама это сделает? Так аккуратней. Придавила ребёночка. Сейчас ещё и Карик помогать начнёт. Ладно, пошли лучше гулять. Туманный нынче в этот лосоединёк. Леса, что за деревней неподалёку, вообще не видно. Но небо светлеет. Такое ощущение, что вот-вот появится солнце. Однако туман это к потеплению. Снег лёг на непромёрзшую землю. Непременно сегодня стает. Зато образовали сосульки. Ну вот они, красавицы мои. Как же я люблю на них смотреть. С детства почему-то. В своё время соревновались с ребятами. У кого самая большая, самая красивая сосулька будет отплынуть, содерно. И вот тут. Эдакая бриллиантовая наледь. Да, Боня, да. Даже камни заледенели и превратились в драгоценные. А тут словно какое-то непонятное существо, сделанное из хрусталя. Ну что, на ручки лезешь? Сыренько. Давай-ка в дом, малыш. Шмыгнул за мной. И птички неспокойны. Им бы сейчас откушать, позавтракать. Но пока ты шляешься рядом, это не совсем реально. Ну вот, самые смелые. Собираются у кормушки, но ты, Боня, явно им покоя не дашь. Затаился охотничек. Нет уж, давай-ка в дом. Возьму тебя в охапку, но лишь проверю, где там Родион пришёл или нет. Он обычно по средам, как и кубик, ожидает приезда нашей жёлтой машинки. Вместе со всеми. Но сейчас его не видно. Странный случай. Возможно, вновь отправился скитаться по полям в обществе Азель. И пытается что-нибудь обнаружить. Бонечка, пойдём домой. Ничего в лапки мочить. Давай-давай. А то приедет машинка, и мне будет неспокойно за тебя. Сиди дома. О, загудела. И Радик на месте. И Азель. И автолавка приезжает. Пора-пора. И Димке яблочко прихватить. Любит маленькие компотики. Ну вот, бегала домой за мелочью. И упустила. Это пирожки. Торжественный момент. Нам снова рыбу дали. Здоровый детский аппетит. И у тебя тоже. Нет, за рыбой к хозяину. Да не дам мне тебе пирожки. Невкусные. Не вкусные. Нет, Радик, нет. Хрустит. Приятно слушать. Ну, сейчас, сейчас принесу тебе колбаску. Вот Азия подойдет, когда машина уедет. Она все время так делает. И получит. Хрустит. Уехала машинка. Пообщались с коллективом. Пришла за колбасой. Так, ну, большую эту, Радику. Это тебе. Угу. Так. Сейчас наверняка Азелька побежит. Так. И ты здесь. Ну, вот ты тоже выучила, когда у нас среда. Ну, как все-то разместить. Как тебе одна? Ну, тебе. Я хотела Азельке две дать. А все-таки крупная собака-то. Ладно. Пойду попутчую. Может, она и не придет еще. Кто ее знает. Красотку тонконогую. Любопытно. Прибежит или нет. А вот она. Красавица моя. Ну, на. Сейчас еще одну принесу. На червячка похоже. Родион. Со всем уважением. Так. Ну, чем бы сейчас заняться в такую погодку-то? Безветренно. Достаточно тепло. И скоро начнут валиться сосульки около моего дома. Что? Понравилось? Мало. Ну, сейчас еще по одной. И пошли прогуляемся по дороге. Только уже не по деревне, а поближе к леску. Но в такую погоду по снегу ходить не хочется. Поэтому по накатанной, по бетонке просто есть настроение немножечко пройтись в хорошей компании. Сегодня с нашего любимого пригорка, откуда открывается красивый вид. А, вид на туман. Все укутано белой пеленой. И весь кошныряет по снегу. Ох, лишь бы репеньков не нацепляло. Ну, с нее-то проще снимать, чем с Радика. И кажется все-таки, что вот-вот развеется белесая пелена, и солнце выглянет. Возможно, скоро это и случится. И как же быстро начнут таять сосульки, снежок, который уже не хрустит, а скрипит под ногами, потому что насыщен влагой. И вновь потемнеет все кругом. Жалко, что снег не лег окончательно. А Радик уже около леса, у опушки. Вон, скользит вдалеке. Вот эти скорости в собаке. Совсем недавно была рядом с нами. Да, красиво, очень. Но пройти-то мне хочется вон туда, к елкам, которые зеленеют, проглядывая сквозь белесую пелену. Так, где собаки? Собаки на месте. Кто-то занят, кто-то скачет среди репейников. А зель заняла позицию и оглашает окрестности звучным лаем. Интересно, кого почуяла. Может быть, и Радика за волка приняла. Ее задалека это неудивительно. А мы, собственно, отправились по этой дорожке и за кнопки. Ну вот ее дом, который тоже укутан туманом. Идти с ней к трассе мне бы не хотелось. Но мало ли, что случится. Все-таки маленькая собака. Неизвестно, что у нее в головенке. Рванет куда-нибудь. Удерет под машину. Нет уж, лучше пройти здесь. Тем более, что вокруг все настолько прекрасно. Ну, ты домой-то не собираешься? Нагулялась ведь уже. Нет, еще не совсем. Ну, как же вот эти вот елки мне нравятся. С них понемногу уже начинает облетать снег, становясь все более тяжелым. Лапу сосен, елей склонились под его тяжестью. Но скоро освободятся от этого бремени. Нет, что ни говори. А день сегодня просто замечательный. И вот оно, солнышко. Еще бледное, но уже пытается прорваться сквозь пелену тумана. Пригреет. И все вокруг начнет меняться. Луки ринулась на прогулку. Ну, как всегда, комок энергии выкатился. Носится по снегу, пытается куда-то забираться. Играет комочками. А я тут прогуливаюсь и наблюдаю за птичками. Увидела то, что мне совершенно не понравилось. Начал сползать снег, подтаивая. И у меня такое ощущение, что провод может пострадать. На нем как бы повисла тяжесть. И он слегка натянулся. Ну что ж, есть неплохой березовый дрын. И надо попытаться обрушить этот самый пласт снега, пока не получилось каких-то неприятных вещей. Да, надо попытаться. Нет, ну остаться без электричества и вызывать бригаду мне совершенно не хочется. Ну вот, дело-то на два движения. Мне это гораздо больше нравится. Во всяком случае, стало куда более безопасно. Неплохо под рукой подобные приспособления держать в деревенских условиях. Оно очень-очень может пригодиться. Без некоторое время, оставив плутю и пушу дома, решила прогуляться в совейный дол. Скоро уже садится за шлифовку, но я, откровенно говоря, еще не нагулялась. Все солнышко ждало, но нет его. Туман поднялся вверх, но появилась облачность. Увы, так бы хотелось полюбоваться на светило. Но нет так нет, все будет впереди. Ну ты смотри, на дорожке кто засел. Буанечка. Единственный, кто остался из котиков на улице. Этот по-хозяйски встречает и отправляется на участок. Такое ощущение, что он там все утро проторчал. Ну-ну, разведчик наш. Ну, судя по следам, ты тут шастаешь уже достаточно давно. Повсюду твои лапки. Ну, Марошки, они покрупнее будут. Артем собирается заниматься зачисткой металла. Насколько я поняла, это основа подносилки. Возник проект. Ну, они-ка в орхидейной, как выяснилось. Веди меня в страничку. И дай пройти хотя бы. Нет, на ручки я тебе не возьму. Ты уже большой мальчик. Интересно, а внутрь совешни-то заходил или нет? Нет. Все-таки еще один хозяин в совейном доле появился. Ну, теперь как все. Слуга двугоспод. Точнее, не слуга, а хозяин участков, который все пытается у меня на сапогах примаститься. Ну, видно, нагулялся. Лапки замерзли. По всему ты точно хочешь вовнутрь просочиться. Боня, подожди. Уже второй раз. Он приходил к тебе? Да. Слушай, он меня встретил у калитки. Сопроводил. Он тут как на работу теперь. И так вроде как освоился. А у тебя что, гениальная уборка? Да, нет. Я смотрю, пакеты с мусором. Ну, просто мусор много. Я в чатный сад все эти. Ну, красавчик. А Марка что? Марка, да она. А он с ней успел сегодня пообщаться? Нет, она... Нет, ну, Боня, без мыла повсюду пролезет. Ну, пол-то теплый. А он сейчас все время ко мне на сапоги забирался. Видимо, давно гуляет, лапки замерзли. Так и где это чудо? Хорошо встроился. Нет, ну, нравится мне такой полив. Нравится? Нравится. Такое все свеженькое, влажненькое становится. Блестит. Как здорово ты рога применила. Да, надо второе из Москвы повезти. Это северный олень, да? Красота. Ну, не удивительно, что бонефаций сюда постоянно тянет. Только у него есть свойство внезапно исчезать. Но Мароши тут не нравится, потому что ей здесь жарко. Пол ей не нравится теплый. Боня, судя по всему, тут все нравится. Он-ка еще вкусняшки требовать не стал? Так вон в пакете. И что? И что, и все, и все. Ты его угощаешь? Ну, да. Нет, он сразу ко мне дать понять, что он за еду не продается. Он просто дает возможность за собой поухаживать. Чудо. Он тебя тоже просто так в дом не пускает? Ну, медведь. Меня он обычно не выпускает. Надо все время его пожмякать, потискать. Как приучитель. Тебя он, по-моему, гораздо жестче атакует. Из ранджерея в нефацию шел. Он на веранду заявился. Он, кстати, ходит каждую ночь, Мароши тут стучит этими. У меня будет постоянно где-то около двух часов, а потом возвращается около пяти. И я, знаешь, как привратник у себя в избушке. То плуть на улице попросится, ждешь ее. У меня пуша самая лояльная. Ну, сейчас Мароша кое-кому даст по щамку. Побежал, побежал. Встретились два одиночества? Господи, какой она крошечный по сравнению с ней. Нет уж. Лучше из комнаты наблюдать. А Боня тоже не дурак. Бросил Марошку. Мароша! Иди, малыш. Мароша. Заходи. Мароша. Ну, давай ты тоже тут. У нее такое возмущенное лицо. Вы же из собственной комнаты. Где он? Мароша. Идем. Крустелки лучше будут. Давай, заходи. Мароша. Он такая, я хотела погулять. Да ну нафиг, скажи. Это ловушка. Идем. Давай дверь закрою. Идем. А куда он подевался? Здесь, да? Здесь. Смотри, даже на шуршение пакетика не выскочил. Так, мороз. Вот ведь. Сидели, круассанчики, ели кофе пили, внезапно шум раздался. Ничего себе. А что ты рычишь-то на нее? Воня, ну ты же в гостях. Мороз. Еще права качаешь. Что там такое нашел? Она хочет поиграть. Ты чего? Мороз, что? Спрятался. У меня один вопрос. Как его отсюда сейчас вытарить? Лапы торчат. Незваный гость. Потому что такой нахальный. Решил, что ему надо побыть одному. Выбался. Мороз тут как тут. Подстерегал. Ой. Так давай-ка его вытащу наружу. Давай я ее подержу. Она просто хочет поиграть, а он не хочет поиграть. Да ну его. Приперся и хамит. Тут котик не пробегал. Ха-ха. Пробегал. Мы этого негодяя ловили долго и упорно по всем комнатам. Он никак не хотел идти в ручки. Но в конце концов я его ссапала. Впрочем, если бы не Мороз, как поймать бы негодяйца не удалось. Бонифаций. Скотина-то бессовестная. Ну как можно себя таким образом вести, а? Мороз с тобой поиграть хотела. А ты своими шкодливыми лапами начал на нее нам помахивать и огрызаться. Бессовестно. Привык, что в избушке самое главное. И начал здесь права качать. Все, пошли домой. Нет, ты еще не до конца успел нашкуить. На перилах не посидел. Кубик. Вот ведь коты-то какие бывают. Коварные. Не то, что добрые собаки. А физиономия такая честная-честная. Пойдем домой. А Бонечка так и осталась сидеть на перилах. Он теперь, наверное, будет кубик кошмарить. Ладно. Вернется домой. Достанется ему. Отпушивает Лути. Ну, 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 а сейчас достанется мне. Снег летит из-под лапок. Вот не хочет коря играть в такую погоду. Не нравится. Пойдем уже. Шлифовкой надо заниматься. Открыв калитку, вспугнула стальку воробьев. Все росились на ближайших яблонях. И корм почти закончился. Ну, что ж, перед тем, как отправляться к избушке и продолжать свою работенку, надо, естественно, подбросить еще. Тем более, что Боня очень занят, а остальные все в избушке. И птицам никто не помешает пообедать. Вот этого я не ожидала. Прихватила лакомство. Колбаски дала и собакам, и девчонкам. Плутя куда быстрее, чем Пуша справилась со своей порцией. И последние кусочки Пуша отдала ей. Вот это я понимаю отношения. Нет, не стану я, конечно, Бонечку закладывать с его проделками и рассказывать, что там происходило. Вряд ли мне поверят. Но, девочки, ваши отношения меня просто умиляют. Не то, что в проделке этого сорванца. Ну, а за окнами вновь появилась та птица. Час воробья настал. Затем они улетят, появится все больше синичек, и, может, снова дятел прилетит. Ну, а мне пора выкатывать верстак и за шкурку браться. Ого, а вот и он нарисовался. Ну, прям картина масла. Хм, соизволил. Домой вернуться, блудный кот. Муж же бредный и нахальный. Угу. Я сразу на стол. И сейчас будет требовать чего-нибудь поесть. Нет, девочки, с Бонифацией, к пример, брать надо не всегда. Все-таки нахальный ты, парень. Вот этого я тебя люблю ничуть не меньше. Потому что сама такая. Угу. С кем поведешься, от того и наберешься. Ай, ну что ж, поделаешь. Через минуту по комнате разнесся дружный хруст. Что каре, что Бонифацией. Ну, и девчонкам насыпала. Первой к мисочке подошла пуша. Ну, а рядом мезументально возникла малявка. И моя красавица уступила очередь. Да-да. Добрая ты у меня какая. Заботливая. Ну, ничего. Сейчас тут покушает. И я тебе еще насыплю. Ну, да. Пока есть чем заняться. Поиграй. Ты моя умница. Ну, с рукой играть, конечно, интереснее. Ну, так всегда. Пушистик. Нет. У морожки получается как-то более жестко. Когда с ней начинаешь вот таким вот образом заигрывать. А тут сама нежность. Ты смотри. Первые зеленушки к моей кормушке пожаловали. Ммм. Целых три. Одна по снегу гуляет. Две на кормушке сидят. И снова поползень. Да, у меня их много появилось. Штуки три видела одновременно. Эх, приятно все-таки за птицами наблюдать. А зеленушки, между прочим, хоть и такие же маленькие, как и воробушки и синички, Но очень озорные птички не могут за себя постоять. Сколько раз наблюдала, как они гоняют остальных, Стараясь отвоевать себе побольше корма. Вот кого мне не хватает плуть, так это снегирей. Соскучился я по ярким красавчикам. Ну уж не знаю, когда появится. Во всяком случае, сейчас и так не скучно. Красиво смотрятся птички. Просто здорово. Ну ладно, надо к шлифовке приступать. И сегодня уже, надеюсь, ее все-таки завершить. Сидела за шлифовкой. Еще немножко осталась. Внезапно подняла взгляд и обратила внимание на Пушу. Да, достойная ученица Бонифация. Ну вот, еще один летун по облакам в царстве Морфея. А Боня скромно свернулась в клубочек. Ну хороша. Игрушечка под брюхом. И такое серьезное выражение мордахи. Ну действительно, в полет. Какая же красавица у меня все-таки выросла. А ведь десятого будет три месяца, как она у меня появилась. Совсем скоро. Ну надо же, котеночек поменялся. Честно говоря, так и хочется по брюху погладить. Мягкому, тепленькому. Но я боюсь ее растревожить. Ох, Бонька, Бонька. Как хорошо, что у нас эта котейка появилась. А Пуша шлындает по улице, гуляет. Хотя погода, скажем прямо, не ахти. Вроде бы и дождь-то еще не начался. Но капает с крыш, с ветвей дерев. И вот от близны избавилась дорога. И все становится сырым и неприятным. А я так солнышко сегодня вздождала. Но нет. Впрочем, дождь-то вроде начался. О да. Закапало по крыше. А мне ведь скоро со своим изделием на улицу выходить. Как только дошлифую. Надо замачивать. Хотя, бррр, как не хочется. Поэтому буду шлифовать долго и упорно. В надежде, что дождик все же прекратится. Пожевала бубежками и отправилась дальше парить. Ух! Погодка бррр. Но дома все же здорово. Ну все. Закончил я шкурку утереть. И надо больше на улицу отправиться. Ну как не охота уходить от ярко горящей печки. Как же здесь тепло и приятно. Так, но кто-то, видимо, собрался тоже прогуляться. Ох, погодька. Надо, надо одеваться и отправляться. Ну вот оно. Свершилось. Сапоги, куртка. А, и у птиц корм закончился. Ну все аж ныряют под корягой воробьи, бьи, синечки. Да, скудно-скудно. Ну ничего, исправим. Хотя и дождь идет. Но по-любому блюдо-то большое. Ну ведро, ни окунуш. Уж по-лучше в бочку. Хотя там плавает лед и не особенно приятно. Я не понимаю, что ты вообще забыл на улице с такой погодой. Пушь-то наверняка вышла, быстренько пробежалась и затаилась на чердаке. Возможно, сейчас вернется. Но мне все-таки предстоит вылезать. Но интересно же, что вышло. И вправду незавидная погодка. Эх, о солнышке мечталось. Но не судьба. Пойдем и блюдо искупаем. А на него уже капает. Рушатся сосульки, комки, снега с деревьев. И в бочке водичка вроде как отмерзла. Специально сегодня с утра разбивала. Кормушка опустела. Так. Ладно. Это как зуб вырвать. Главное напрячься на какой-то момент. Выдержать подольше, поскольку вода холодная. И увидеть, стряхнув лед, он не спрячивается, что произошло. Пушь, ну ты моржиха в такую погоду гулять. Ну вот. Вот оно. Так, венек убираем. Он нужен, чтобы снег с кормушкой сметать. Хм. Красивый цвет. Здесь словно солнце появилось. Так. А здесь убираем все ненужное. Да. Тоже красивая древесина. Но чтобы эту грязь сейчас смыть, что кошки натоптали на сиденье, придется еще раз окунуть. Ну что ж, завтра просохнет. Займусь последней шлифовкой. И надеюсь, что уже маслицем покрою. Ну что ж, лихая благодатная древесинка. Мне очень нравится. Ну а сейчас еще одно мобильное. Подсыпать корм и снова в избушку. Потому что там меня ждет очередное очаровательное полено, на которое я уже несколько дней подряд смотрю. и уже знаю, что из него сделаю. Но я его показывала. Возможно, у кого-то есть идеи, что из него выйдет. Что до меня, то я в формах уже совершенно определилась. И даже не стану бороться за топор. Достаточно стамесок и долгого упорного трения шкуркой. Ну и, естественно, делай гравюр, пойдет. Приятно, когда впереди отличные перспективы. Скучно не бывает, всегда ищем заняться, несмотря на то, что творится на улице. Ну что ж, здоровья у дочи, как обычно. А я прощаюсь. До свидания.